Любишь кататься на роликах? Просто добавь лучшие моменты в шаблоны в ВК-клипах. Удивляй 30 миллионов зрителей и становись популярным. Здесь впечатляешь ты. ВК-клипы. Место встречи впечатлений. А в нашем сообществе ВК по понедельникам эксклюзивно выходят влоги, так что давайте скорее вступайте. Вся страна ждет уже, когда я рожать начну. До подряд ждать нельзя, и ночью будет Кесарева. И я енот. Валерия Сергеевна Пробка отошла. А как она отошла? Ну, поехали. Быстрее, ну что, вообще закончилось. Да, схватки сильнее стали. Так, ну что же, всем здравствуйте. Что, едем рожать? Не знаю. Ну, вообще, едем сейчас в роддом, но, возможно, и Елена Сергеевна решит рожать. Так что сказали на этой неделе уже точно. Как бы точно никуда не открутитесь. Рожать придется. Мы, кажется, с именем определились. Кажется, как будто имя нам понравилось очень сильно. Но сначала решили повидаться. с мужчиной. Увидим его и потом поймем, что за имя. Глобный, похода. Кошмар. Ой. Здравствуйте. Как тяжело. Боже. Отстань. Что ты сейчас встанешь? Давай делаем ее контент. Палец, я встаю. Выключаю. Я карточку не отдала. Она у меня. Все. Спасибо большое. Всего доброго. Так, ну что ты расскажешь? Давай помогу тебе. На, держи аппарат, а я тебе возьму, у тебя эту тетрадку твою. Не знаю, что я еще докопался до меня по полу съемок. Здесь такая прострация. Давай сам. А, да? Сяжело? Так, ну короче, Елена Сергеевна не просто говорит сейчас. В общем, посмотрели ее, сказали, что родовые пути у нее хорошие. Вот фотография. Ладно, если не вставили, значит, что-то не прошло в цензуру. И сказали, что надо ходить, гулять, чтобы ребенок вылезал уже. Надо расслаблять, короче, мышцы таза, фигаза. Сказали, либо... А можно такое говорить вообще? Что сексом надо? Да. Короче. Надо заниматься сексом. Кому нет 18+, заткните уши. Если вы сейчас сидите рядом с родителем, родители, заткните уши детям. Готовы? Раз, два, три. Сказали, что надо заниматься сексом. Потому что мужской содержится... Какой кошмар! Никогда не думал, что у нас на канале будет это слово. Дим, прости. То, что поможет начаться родом. Дим, только не прости, чтобы этот влог стоял дороже. Сори, я не ожидал, что слово как-то появится вот здесь. Кошмар. Держи, Дима, ты сейчас поскользишься и пойдешь. О, ужас. Короче, она сначала сказала, я подумал, что какой-то, ну, типа на стороне, там, друг с другом, оказывается, надо все это делать. На стороне? Ну, в общем, ужас вообще, друзья. Почему ужас? Ну, это как будто будет... Это естественное. Это природное. Просто это чуть-чуть для тебя приводит в такое чувство, что, типа, ты переживаешь за меня, а тут как бы надо такое, что обычно ты делаешь не с той целью, чтобы помочь родить, как бы. Ну, и поэтому это вызывает такой, типа, блин, а можно какой-то другой способ, например, через верблюдо попрыгать? Да, странно. Это будет для меня... Короче, я раздала. Это как будто... Можно я скажу? Это... Просто почему для меня это странно? Это как будто, знаешь, как будто ты смотришь... Не совсем в удовольствии. Как будто ты смотришь на Animal Planet или на Discovery, как человек бегемота поймал. Вот и у меня с этим ассоциируется. Ой, фу, ужас. Короче, предвкушаю, что не может это не состояться, предложили еще два метода. Три. Гулять и прыгать через верблюдо. Но прыгать через верблюдо не здесь предложили. Да, 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 прыгать через верблюдо, говоришь. Я смеюсь над этим советом в Телеграм-канале, но есть ощущение, что мы нарисуем сегодня верблюдо и будем через него семь раз перепрыгивать. Но здесь сказали, что надо 100 грамм игристого вина пригубить. Короче, надо расслабиться. Расслабиться, да. Потому что... А? Сейчас вечер. Ну, сейчас. Сейчас тебе еще снег чистить. Вот, так что... Вот, но мы идем сейчас в магазин. Осуществить... Осуществить... Залопаты. Осуществить мечту Елены Сергеевны. Вот. Вот, она вчера мечтала о Фанте или о Спрайте. Вот, сейчас посмотрим, что выберет. Фанте или Спрайте. Ничего, своей жене не отказываю. Она мечтает Фанте, Спрайте. Говорит, бери, что хочешь. Главное, плати сама. Надо так интерцептивы взять, чтобы ты не забеременела. Сейчас будет вообще бесполезно. Там коммуналка, она... Ком. Фу, фу, где я, Дим? Дим, ссори. Надеюсь, ты еще в наушниках монтируешь. Не слышишь звук, когда... Да, просто, да. Просто без звука по кадрам монтируешь. Где я, Фанта? Я увижу просто воду. А Фанта-то что, Фанта? Фанта, по-моему, не существует уже. А вон, Кока-Кола я нашел. Кока-Кола нашел. Я хожу, как будто, как это, ревизор. Мы как будто тухлетину ищем с камерой. Добрый. А вон, добрый Фанта. Добрый спрайт этот. А ты хочешь прямо именно Фанту спрайт? Ага. Не смогла определиться. Это прям по тебе слышала, что это голосовое было? Хочу что-то вкусное, а чего не знаю. Я просто решила, что я сделаю два глоточка тут. Два глоточка тут, тут глоточек и тут глоточек. Можно так? Да. Сделаю два глоточка тут, два глоточка там и описываюсь по дороге до дома. Живо, добрый Фанта? Да, мы сейчас так насмотрели там. Смотрим, пока далеко не уехали. Тут как раз винный. Сейчас штопнем, что тут верблюд нарисуем, прыгнешь и побежим обратно. У нас Вася расстраивается больше всего, что... Блин, предположим, она сказала, что не вина, она сказала, именно игристого, алкогольного. Ну, шампанское. Да, шампанское. Потерпи до Нового года. О, лейс с крабом. Лейс с крабом, это вкусно, я хочу. Все, короче, раз так, надо мне сейчас... Я есть перестала сейчас, ну, такая типа малыш крупная. Да, перестала, так, так, так. Не, 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 ты имеешь в виду. А сейчас я такая... Сегодня у меня будет день, знаешь, когда я пью. Ем, и все, и в ночь точно рожать. Не рожишь, так, а... Это, считай, тоже тренировочный уж... Дим. Вот. Это, кстати, полезное молоко, тут не содержится лактозы. Просики. Копрышки. Есть. Доехали. Вообще, всю эту, как ее покрыли, не важно что. В общем, все в снегу, все замело, все разгребает. И мы в пробке уже жестко постояли. Но сегодня Елена Сергеевна наметила для себя интересный план. Мы с вами будем вместе смотреть, как она будет рисовать и представлять верблюдо, или как? Рисовать верблюдо, пить шампанское и прыгать через верблюдо. Вообще, все то, что она делала до беременности. Боже, такая огромная. Я еще волосы так делала. У меня на последней рекламу, когда я снимала, выкладывала сторис, мне кажется, что там шея нет. Я там вот такая, такая большая. Я очень большая. Ну, логично. А я, наоборот, жестко докачался. Что-то я забрала, у тебя все лишнее. Завидуешь? Да, конечно. А, я без звука потрогал? Жируху, а я без звука. Именно мы не будем рассказывать, да? Не будем, мы сейчас опять передумаем. И скажем, что решили назвать его Ждан. Жбан. Какой контент он с тобой, что хотели? Что-что? Давай сына назовем, знаешь, как? Как? Котик. Я еще камеру ради этого включал, ведь. Она говорит, давай сына назовем. Я говорю, подожди, дай камеру включу. Котик? Котик. Ты все время переживаешь, как будет там решительно ласкательное звучать. Мне важно имя это решительно ласкательное. То есть я примеряю, она говорит, допустим, любое имя она говорит, допустим, там, Сергей. Я такой. Он сразу думает, как называть его ласково, а Вася сразу думает, как называть его, когда она будет на него злиться. Да. Когда она будет ругаться на него. И я когда не могу на куда брать там решительно ласкательное, я сразу такой, типа, не, не хочу. Мне нужно, чтобы я сына называл как-то. Ну, а вот, смотри, назовем его кот. Да какой кот, мать, ты что? Что? В машине утомилась, сказал кот. Да, давай Дидиэ назовем. Дидиэ мне нравится, что не так. Как ласково. Ди. 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 Дядя. Дидюречка. 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 Мне очень нравится Дидюречка. Ты Крестов называла, как он? Крестов, красиво. Да. Он потом организует походы. Крестовый Робин. У него бизнес будет? У него будет тигра, пятачок и мини-пох. А когда он вырастет, он организует бизнес, он будет делать походы. И будет называть крестовские походы. Крестовый поход. А, так и будет крестовый поход, да? У меня салат с розбифом. А я взял себе все из завтрака. Я взял себе цукини, гратен, зеленую гречневую кашу. А у меня салат с розбифом. Ага, у тебя поверни. Здесь еще, да, камамбир. А еще у меня будет сейчас суп, потом ям. Но я попросила без риса, чтобы не переедать. А после я иду в Симпл Вайн выбирать себе игристые на вечер. Как вам такое? Бухая поеду рожать. Бухая поеду рожать. Кстати, мне нужно выпить, типа, миллилитров сто. Как остановиться? Наливаешь еще немножечко. Я почти расслабилась, еще чуть-чуть. Это для расслабления, это для сосудов. Друзья, я хотел сказать, что я осознал кое-что. Мы сделали толстовку, из которой я вообще не вылезаю. Просто она заменила мне все мои толстовки. Я раньше ходил так часто в План Торосе, так у меня была базовая, черная. А сейчас на нашем серенсяге хожу просто. Для меня incredible вещь. Все это, конечно же, где? Правильно, на сайте kukayaka.com Так, а мы пошли за... Фу, ты что кляешься? Влюбилась? Сумасшедшая. У меня жена есть. Что? Животный кляйца. Завиновали? Завиновали. Такой, друзья, у нас был блок. Был семейный, спокойный. А сейчас беременная женщина за виноват. Игристым. Нас не заблокируют за это? За что? Дим, на Новый год я тебе подарю промокод, ясно. Я вчера просто прочитала, что в среднем человек за год занимается 93 раза сексом. И там был написан такой мем. Учитывая мой образ жизни, кажется, у меня будет очень напряженный декабрь. Вот и я подумала, такая, так, учитывая, что я с апреля месяца беременная, за декабрь надо будет восполнить это по максимуму. Развеселилась, хохочет. Заметь, я еще не пила. Возможно, сегодня вечером уже помчим, да, рожать, потому что женщина сейчас на локации. Не знаю, у нас это было очень неприятно. Так, ну, в общем, мы приехали домой, и Елена попросила маму пока побыть дома у нас, потому что, может быть, сейчас поедем обратно. У Лены эти схватки схватываются. Вот, так что ждем пока что. Пап, подожди сюда. Папа, я с его адресом стекла. Одну зеленую, вторую оранжевую. Ага. Окей? Хорошо, хочешь еще одну слежу? Да. Давай я спрячусь. Так, а вот здесь художество было, да? Вот у нас целая галерея. На продажу, друзья, недорого. Да. Пишите, кому какую. Ну что, едем обратно или что? Пока не знаю. Ну, как бы ехать мы пока точно не едем. Я даже, в любом случае, что были регулярные, у нас живот пока напрягается. Но он напрягается безболезненно и хаотично. То есть это вот как тогда ложные были. Не знаю, может, она так там на это, и типа, ну, процесс пошел. А может быть и нет. Может, просто ребенок такой, что это было, кто в дверь стучал. Никому не открою, не выйду. Я занять пока. Сейчас ты разрушила, ладно. Ну, так не хочется вмешиваться. Ага. Ага. У меня есть ощущение, что он просовывается вот в эти части, да. И здесь, соответственно, сам ремень. Ну, понятно, вот это какая красота. Все подружки обзавидуются. Блин. У меня все время куманник говорит, ой, что ты с такими столками страшно выходишь. Потом, когда ты меня начала дарить, что эти сумки, она, ой, вот фан какая. Вот эта вот сумка. А сейчас вот эту вообще на сумку пойдет. Вообще. Вот эта вот, соответственно, чистая аксессуарная штука. Ага. Блин, спасибо вам большое. Фиори Бэкс. Спасибо вам огромнейшее. Девчонки, мальчишки, кто там работает в этом бренде, кто прислал нам такие подарочки. Потому что распределили все вообще по всей семье. У Василисы теперь есть сумка. Ленин сумка. И вот третью сумку мы маме подарили. Вам очень сильно рады. Спасибо вам большое сейчас. Это я удачно зашла. Удачно. Это я удачно зашла. Люблю подарочки. Особенно, которые мне перепадают. Значит, на улицу. Муж говорит, сейчас эксперимент сделаем. Заказал мыльных пузырей, сейчас замерзнут. Мама позвонила мне, сказала, что она видела видео или фото. Короче, что на морозе пузыри эти мерзнут. Я сказал, что мама, мне касается, что минус 30 было. Мужчина! Что это было сейчас? На, говорит, чушпан. Скорлупа. Поспокойней быть. Чушпан, чушпан. Чушпан, чушпан. Ну, все эти капец. Кто из вас чушпан? Она, нет, я получается, потому что она скорлупа явно. Насмотрели сериалов. Короче, идем за кофеечком, вышли подышать. Ну, и мне походить лишний раз. Может быть, нагрузка будет, схватки начнутся. Наверное. Не знаю, когда уже. Уже все ждут. Вся страна ждет уже, когда я рожать начну. Вася, только за борт не нырни, пожалуйста. Мам, а ты сидел с фотоцеп? Да, это самое дело. Это называется КТГ, Вася. КТГ, КТГ, КТГ. Собака почти в невесомости. Да, он реально упал. Встать не может. Хоть помощь в знак. И шпионы, шпионов тут нет. Знать, кто из нас самозванец. Слушайте меня внимательно. А Васюше прислали подарки. И Васюше, и малышу. Будем примирять с тобой. Извините, что вот это пятно, это я просто ела. Как там я ела, когда мы опаздывали? Мама меня звала, и ты мне с военем. Да, да, вот эти вот. Йогурт? Нет, с военем вот это. Блины? Нет. Аладьи? Да. Итак, у Васюши сейчас рост увеличивается, поэтому ей все ее предыдущие становится мало. Я ей заказала такие красивые джинсы. Просто пушка. Давай примирять. Ну, какая красотка. А мы еще, смотрите, к джинсам свитер какой одели. Тоже отломкнется. Как же красиво, какие крутые джинсы. Они еще не просто черные, видите, какой сделан такой, такой как будто квадратик. Очень красиво. Вообще класс. Косота. Следующий люк. Да. Так, второй лук. Просто джинсы вообще пушка. Мне так нравятся. Джинсы у них вообще огонь. И свитер, смотри, какая клевая. Сюда какой-нибудь кулончик. Мне кажется, смотри, какой кулончик. Мне кажется, помнишь, как у меня был такой, который, вот, короче, был такой шарик, и он, короче, свистел. У тебя был такой, чтобы до мальчика был, потому что он был очень низко к животу, а у меня вот тут. А живот у тебя же не тут. И поэтому у меня вот тут. И сапожки. Такая красотка. Вот это да. Такая хорошая. Мягонькая. Кстати, это если что, тоже можно утянуть. Красота. Красота какая. В общем, теперь вы знаете, где можно найти такие крутые вещи. Джинсы, свитерочки. Не только на возраст Васюшки, но и на маленьких малышей. Ну и на маленьких малышей. Прислали. Еще целый набор тут для братика. Это хоботы такие, хоботы. Хоботы. Не хоботы, а тёботы. Это хоботы. Тёботы, хоботы. Шапочка. Бодик. Еще Бодик. Еще Бодик. Тут у нас пледик. Пледик. Да, пледик, он там с птичками. А тут у нас конвертик вязанный. А тут конвертик вязанный. А еще, я знаю, что заказала братику. Принесешь, покажешь комбинезончик. Вот такой комбинезончик я еще купила. Вот так, вот смотрите, знаете, как малыш. Вот так сильно. Вот так, вот сюда, Катя. Очень мягенький. Вот так, будет, малыш, это выглядит. Вот, можете какую-нибудь заставку поставить для малыша? Типа, тут уже малыш. В голову ребенка сюда? Да. А Дим, можешь сделать, типа, тут ребенок уже лежит? Вот. Вот так. Спасибо большое. Очень классное качество и очень крутое виды. Вот, а где-то у нас ребенок. Вот тогда уже все. Уже можно никакого монтажера не ставить, никакого другого ребенка. Нам это хватит. Отлично. Шляпа голимая вообще. Ну, хотел сейчас записать часть нового влога и форматнул флешку. Подумал новую часть на новую. И форматирую ее и понимаю, что там все файлы с распаковкой елки, все вообще. Вся установка елки там была класс. Вообще супер. Сейчас, друзья, у нас елка появилась. Сейчас покажу вам. Уже как мы ее устанавливали, у них файлов не осталось, к сожалению. Sorry. Но покажу вам, как эта елка выглядит. Чудеса. А самое интересное, нас ожидает завтра. Врач позвонил Лене и сказал, что плод очень крупный. До ПД рождать нельзя, иначе будет кесарево. И поэтому надо приезжать завтра. Завтра Лене будут делать капельницу с... Здорово. Капельницу с... А ты можешь на меня поставить? Сейчас, секундочку, секундочку. Секундочку. Что вам на меня одет? Я расскажу историю. Лене будут делать капельницу с... Все, а с чем капельница будет? С капельницу с окситоцином сделают. Вот. И, возможно, потом проколят пузырь, вот этот, в котором ребенок находится. Да. И все. И мы будем ждать, когда схватки схватятся. Ну и, по сути, завтра мы едем. Мы завтра едем, и Лена будет там рожать. Как это будет? Я вообще не понимаю. Лена волнуется очень сильно. Вот. Ну и все хорошо. А ты с бабушкой будешь тучить, да? Да. Да. Я енот. А еще завтра выходит вписка с кукаяками. Она вышла, вот вам небольшой... Смотрите, кейтерам не вот так, а вот так. Они, вот я, то есть, в них вот так делаю. Пу-пу-пу. А в наших подписчиках добрых я ставлю вот так. О, еще вот так. Ну вот, в общем, да. Завтра вписка еще выходит. Завтра выходит и братик, и вписка. Споешь песню свою любимую напротив елки? А то я файлы удалил, как ты пел Америка. Дай тебе свою любимую, зима в сердце. А на зима в сердце... Даже могу на Алисе включить. Не-не-не, давай. А на зима в сердце, на душе вьюка. Ты понимаешь, что мы друг от друга. Зима в сердце... Нет, ты можешь на меня поставить? У тебя в моей жизни больше не будет никогда. Слушай, вопрос. Можно ли завтра не поедешь? Нет. Как это вообще? Как тебе это? Это же действительно... Ты мне говорил, это так удивительно, так странно. Но роды, это же всегда начинается просто раз и неожиданно. А у тебя завтра запланированные роды, да. Как это? Волнительнее процесс или наоборот спокойнее? Это волнительно настолько, что... Я даже не знаю, что сказать сейчас. Я не знаю, ушнули я. Нам надо автомат с собой взять. Ой, все, не возьму. Рассыпалось. А что боишься? Всего боюсь. Так, ладно. Все, мойся. Мойся, готовься. Блин, друзья, видите, то, что второй раз, это ничего не говорит. Оно прям страшно. Дамочка, а вы что делаете? Я рисую. Что рисуете? Я сейчас покажу. Такое странное ощущение, как будто это вроде радостное событие, а так страшно реально завтра, как не какой-то, как будто... Знаете, ощущение очень похоже. Как будто вот на самый страшный экзамен завтра идешь. Ты уже ждешь, просто думаешь, поскорее бы это началось. А еще уродов. Сейчас скажу еще вам занимательную штуку. Уродов есть такая штука. Их очень ждешь всю дорогу. А потом, когда они как бы уже подошли вот к финишной, к финишной, начинается такой, ну, может, завтра? Может, завтра? Может, завтра? Вот. Но вот так, чтобы планировать. Хотя вот то, что мы приедем, и все нам запустят так странно. Это просто, видите, сказали Лене, врач сегодня. Говорит, мы можем... Вы можете приехать, ну, и мы можем вам сказать, что все окей. Ну, то есть, типа, вы можете не рожать, а просто уехать домой и ждать, когда начнутся, наверное, ну, схватки. Но шанс того, что ребенок еще больше увеличится там внутри, и будет кесарево, и ситуация будет куда опаснее. И для ребенка это тоже, оказывается, не полезно, что он так увеличился. При суле на какой-то там еще многоводье. Когда так объясняют, что ты понимаешь, что выбора другого нет. И это чуть-чуть так пугает. Ну, ладно, мы справимся. Мы будем вдвоем, будем ходить. Дома будет Васька, мы будем звонить. Будем звонить Ваське. Будем звонить Ваське. Будем болтать. Вписка выйдет, вписку посмотрим. Друзья, списка получилась просто феноменальная. Там два часа про нашу семью, про все наше счастье, про все наши там проблемы, про драму. Так интересно. Я сам смотрел и понимал, что лучше про нас ничего не выходило. Очень прошу вас посмотреть. Оставлю ссылку в описании. Вот здесь тоже сейчас ссылка вылетела. И самое главное, там конкурс. Мы разыгрываем наш черный спорткар, который я выиграл у Жекича. Его сейчас вы выиграете, и можете продать его за там... Он стоит 509 тысяч рублей. Если вы сможете его продать, я буду очень рад. Может, вы захотите себе на память оставить. Тоже буду очень счастлив. Но я так был бы рад, если бы победил кто-то из вас. Конкурс очень простой. Там просто вписку надо нарезать, залить куда-нибудь ее там. В шорс, в рилс, куда угодно. Просто смешной моментик. Или какой-нибудь классный, трогательный моментик вырезать. И залить. И скинуть ссылку. И рандомайзером там вписка определит, и кто-то победит. Хочу, чтобы победил вот, ну, кто-то из вас. Быть может, именно ты. Буду очень счастлив. Все, продолжаем смотреть влог. Там, да, сейчас такое начнется. Классик. Не удивлюсь, если это интервью купленное. Что-то там про дочка вырастет, на OnlyFans пойдет работать. Потом, что еще там было из прекрасных комментариев. Ну, короче. Люди, как всегда, с таким добром и любовью заходят в интернет, что иногда просто удивляешься. Но ничего. У нас есть вы. У вас вон сколько? Два миллиона. Я обещал, что больше мы считать не будем. Все. Считалочка закрыта. Друзья, больше мы, не знаю, конечно, может быть, мы когда начнем там снимать что-то другое. И там будем просить вас подписываться. Ну, вот, честное слово. Счет больше неинтересен. Два миллиона смотрят нас. Пап, ну смотри на котелку. Я, вроде, переворачиваюсь сейчас. Давай. Я не хочу показать. Сори, что я так заболтал. Мне кажется, я просто нервы свои заболтываю. Блин, а я, получается, все файлы удалил. Я же даже про елку вам не рассказал ничего. А там классно. Есть что рассказать. Блин, а как компания называется, которая нам ее доставила? На флаконе продают елки пластмассовые. Но выглядит просто потрясающе. Они еще нас узнали в подарок. Подарили маленькую розовую елочку. Вот. И Василиса придумала такой ход. Она рассказала. Вася, может, ты сама расскажешь, как ты придумала поступить в розовую елку? У нас такая же еще есть в коробке, но синяя. Или Василиса кое-что предложила? Что ты, Вася, предложила? Расскажешь? Да. Я хочу сказать, что пока Новый год и пока не родится братик, мы поставим маленькую елочку розовенькую и нашу семейную. Да, все, квартирную, вот эту большую и розовенькую маленькую. А когда родится братик наш, то мы поставим уже голубенькую елочку. Потому что у нас появится сестра и брат. А пока что, пока что, пока что сестра. Вот. Да. В общем, Василиса сказала, что она будет ждать появления братика. И потом мы поставим синюю елочку. Так что ждем. Чего, картина покажешься до конца? Сейчас. Вот. Елка. Как же эта компания называется? Надулен спросить сейчас. Что-то там Merry Christmas. Christmas. Сейчас, секундочку. Пусть он. А как компания называется, у которой мы елку купили? Max Christmas. Max Christmas. Точно? Да. Max Christmas. На флаконе. На Artplay. Max Christmas на Artplay. Друзья, вы можете погуглить их в интернете. Они не просили рекламы, но они с доставкой опоздали. Нам привезли, обещали, затянули на неделю с доставкой. Но елка слишком красивая, поэтому я вам очень искренне советую. Стоит дорого у нас. Позапрошлом году мы делали елку, покупали в Обе. Просто обычную какую-то там, самую простецкую. А эта стоит у нас что-то 65 тысяч. Но она прям крутая. Ее гирлянда и самое главное. Блин, так жалко, что удалил файлы. Короче, фишка в чем? Ее доставляю просто в три части. Три кусочка. Ты их ставишь друг к другу, разряжаешь веревку. Она открывается. Все, гирлянда внутри уже намотанная. То есть не намотанная, она как бы... Вы понимаете, она там уже все. Она вся сияет, вся горит. Просто невероятно красивая елка. Но стоит. Так что если вы обладаете бюджетом и ищете елку, то вот Max Christmas. Очень советую. Ну, показывай свое рисуночко. Я, короче, сделал так сейчас. Вот первая картинка. Да, тут, мне кажется, вы не поймете, потому что я быстро покажу. Потому что не понятно, что я написала. Я пока что... Я еще умею читать. И поэтому я тут написала. А, вот так. И тут написано, что идем в моментательное кафе. Начинается все с этой картины. Блин, я здесь тут. Затем напьет вот так. И смотрите. Тут пришла девушка в это кафе. И, короче, она говорит. Это, короче, овал. Ну, просто не доисовала вот. Ну, а так. Овал. Мне кажется, надо такой принт на футболку сделать. Она спрашивает, а можно мне коктейль? А можно мне коктейль? Семеночка, что говоришь? У меня отошла пробка. У меня пробка отошла. А как она отошла? Типа, что такое пробка? Ладно. Сейчас будем разбираться. Это ничего не тесного. Все. Пожелаю тебе, чтобы ничего не тесного. Да ладно, поехали. Мы вернулись целыми. Ну, все, с Богом давайте. Мы все были целые. Да, Томаска, не забывайте. До свидания. Ну, поехали. День настал. Мы едем в роддом. Ура? Ага. Ой, это интересный деньок будет. Сидим, ждем. Ждем. Самое противное ожидание. Постребина началась еще и закончилась. Я даже думал, сейчас в палату придем. Там же еще комната папы есть. Сейчас покажем тебе. В палате раз не было комнаты папы? Нет. Домашние роды. Просто большая, белая, по-моему, такая двуспальная кровать. Там просто есть диванчик отдельный. Кровать. Туалет есть для папы. Вот так-то это. Ну, хорошо. Ладно. Все как дома, значит. Значит, нет отдельного места. Ну, просто я лягу, полежу, посплю. Потом мне принесут обед. Ребют там сначала завтрак. Как шесть разное питание распределяется? Завтрак. Поздний завтрак, да? Обед. Полудник. Потом приужин и ужин. А, нет, после автопа еще ланч. Подходит. Покушаю все. Посмотрю, что-нибудь на ютюбе. И поеду домой. И поеду домой. А у тебя какие планы? В принципе, похоже чем-то на твои, но планирую остаться здесь. Дет, ввели на осмотр. Мне сказали здесь посидеть. Все живо. Жду. Ну, что, Биб? Слушай, идем в УЗИ. Сейчас будут смотреть по УЗИ. Меня осмотрели. Ничего не изменилось с понедельника. Все, сказали переодеваться. И сейчас поведут нас в понедельник. Походу, походу, начинается. Так, ну что же, мы уже на месте. Сейчас Лене буду ставить катетер с этим окситоцином, видимо. Вот. Ну, и смотри, чего ты дышишь. Ну, все, окситоцину поставили. Народежим. Пердим. Ай. Ты как? Переживаю. Я рада, что меня домой не отправили. Все-таки начали. Все-таки сегодня все случится. А я удивился. Я чувствую, что мы смотрели. Я думал, что у меня будет отдельная комната. Все, началось. Отдельная комната будет. А, оказывается, нет у нас вот этой вот. Вот эта вот единственная комната. Я ей вопросу, Лену, что если я усну, она будет рожать, чтобы она не кричала. Вот. Челлендж на 100 баксов. Орать так начну. Вот. Я спросил еще, что будет, если мне уколоть окситоцин. Сказали, что я стану добрым, белым, пушистым. Я уже тогда вообще в маршмэллоу превращусь. Я и так добрый. Вкусно окситоцина. А тебе что в злое было? Ты меня окситоцина не укололи. Так, ну что же, новости, друзья. Шок-контент. Сделали прокол пузыря. Вышла вода. Начались схватки. Лежи, женщины. Схватки. Зато из крутых новостей, из действительно полезных. Мне разрешили качаться вот на этих качелях. Соответственно, вы не зря смотрите наш подкаст. Все, я уже сам. Уже перепутал, что хочу сказать. Сейчас попробую покататься на качелях. Можно покататься на качелях? Тебе пока не нужнее? Если из-за потолка вырвешь. Ой. Слушай. Ой, как хорошо. Ого. Она без спинки опять спрессор. Да. Попнуть захотелось. А что вы, как вы, беременные ездить, еще раздать? Типа. Ой, фу-фу-фу. Качало. Схватки? Так, Валент Сергеевна, во всю схватки фигачат. Я вам покажу. Сейчас нам рассказали про кровать. Смотрите, какая кровать. Короче, она с пульта поднимается и опускается. Смотрите на голову Елены Сергеевны. Жжу. Жжу. Нет, это мне там не... Что? Нет. Не-не, нормально. А что? Ноги неудобны, да? Не поднимаются, давай не надо. Все, опускаю. А можно я посерединке нажму? А, посерединке просто будет. А вот зерок, если я нажму, что будет? Так, у Елены Сергеевны через минуту примерно новая схватка будет. Мы уже начали засекать. И у нас сейчас челлендж. Она сейчас будет пытаться эту схватку прожить без единой эмоции. Ну, чтобы не было, типа... Вот, если хоть одна эмоция будет, то дать тебе тысячу долларов. Согласны? Пофиг вообще. Просто. Сейчас посмотрим. Сейчас начнется схватка и так. Кушать хочешь? Я тоже кушать хочу уже очень. Чего ты хочешь? Не знаю. У меня печенюшки в сумке для чая. А тут шестиразовое питание. Надо поесть здесь что-нибудь. Где надо поесть, чтобы набраться сил? Чтобы потом рожать тебе, чтобы... Я набеглась, и ребенок вылетел. Так, схватка. Через сколько? Через 10 секунд должна, по идее, начаться. Смотрим на лицо. Вот так вот ютюберы рожают. Прикинь, мы реально, единственное, мы первые, кто такие. Челлендж схватки. Если покажешь хоть одну эмоцию, с тебя тысяча долларов. Ну что, где схватка-то? Две минуты уже прошла. Лицо у тебя такое. Ты настолько не хочешь платить тысячи долларов, что сейчас схватку отменила. Пошла? Держимся. Не, глаза открой. С тебя тысяча. Все, с тебя тысяча. Ой, блин, бедняга. Я так боюсь, что будет, когда начнется... Она говорит мне, это только начало еще. Это, говорит, ерунда, а не схватки. Вообще все забыли. И я уже все забыл. У меня уже ощущение, что... Извините, можете, пожалуйста, ну вот это вот не стонать. Я влог записываю. Так вот. Так, медали поправки. Сказали, что смешить не надо, потому что во время схватки больно смеяться. Больше не буду. А я тут стараюсь, как дурак, наваливаю. Парадокс. Забыли все? Вообще ничего не помню. Я не помню, как проходило... Ну, как вот я помню, что мы приехали, Лена уже кричала, и все. А что? Вот сейчас она тоже, говорит, я уже тоже ничего не помню. Сейчас все заново проживаем. Вот все, проживаем заново. Так, новости из роддома. Расскажи, что происходит. Да, схватки сильнее стали. Блин, то есть парит рука от кататора. В общем, все усилилось и становится чаще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно, мы желаем вашему семейству прекрасно, чтобы сердца у вас все-таки наполнены любовью, и чтобы любые неприятности не было. Сдувались? Легко, как ты сегодня вздувала, но как нечего делать. Или как потом вы задуете эту свечу. Эта свеча, на самом деле, будет задуваться тобой, как вновь рожденная мама. Потому что сегодня первое счет твое праздник. О, боже. Пока меня чинили, малыша положили, папу разделили, и малыша положили папе на грудь. Называется «Золотой час». И, в общем, пока они лежали, у них суперсвязь произошла. И сейчас малыш начинает плакать. Я пытаюсь его успокоить. Он не сильно реагирует, подходит папа, кладет руку, и моментально тишина наступает. Я просто руку на рот кладу. Я тебя завтра домой не отпущу. Подышать на улицу, но под присмотр медсестры отобежишь. Смотрите, какой мне подарок принесли. Целый рюкзак, лапина. А еще мне сказали, что на выписке дадут сертификат, по которому я смогу в МФЦ получить либо коробку от Собянина, либо 20 тысяч рублей. Что-то мне подсказывает, что я выберу 20 тысяч рублей и куплю себе еще эту Прагу. Итак, время. Чего? Время. О, вторая. Мы лежим под звуки вытяжки. Потому что кое-кто не планирует. Человек съел меня. Памперс проверили. Запеленали. Мне шпать вообще не хочется. У второго ночи неинтересное время. Ну ладно. Значит, завтра мы с ним будем спать. Папа уедет, и мы будем спать днем. Я так с Васькой делала. Ночью не спим, значит, днем спим. Нормально? Почему бы и нет? Новый график. Самая проблема, что я не могу остановиться жрать. Я так сильно хочу есть. И есть я хочу исключительно кипячение и хлеб. Завтра надо попросить, можно перед отъездом сходить купить мне багет на пару бафанок? Вот. Ну что же, друзья, вы можете нас поздравить. Теперь нас четверо. Ага, четверо. Мать героини просто, друзья. Когда-нибудь она расскажет вам, как все происходило, но не в этом влоге. В этом влоге мы уже просто... Будем есть торт «Прага». Да, даже я, друзья, сдался и решил, что я сегодня поем. Отряжем торт «Прага». Все. Кукаяк. Кукаяк, прибавление. Все. Спасибо большое, что были с нами и поддерживали нас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.